привет мы с вами снова находимся в студии невадип и при поддержке магазина база сегодня мы продолжаем наши обзоры звукового оборудования на этот раз на наш операционный стол попал синтезатор вермона performer это первая версия этого рокового синтезатора на данный момент есть уже performer 2 но сегодня мы поговорим именно о первой версии потому что когда вышла вторая как обычно в интернете пошли разные толки и некоторые аудиофилы говорят что тем не менее первая версия то бишь вот это вот такого серого цвета вторая версия черного цвета именно первая версия звучит лучше ну посмотрим посмотрим что из себя представляет этот синтезатор на задней панели performer у нас есть встроенный external input аудио input стерео выход левый правый каналы midi through сквозной midi канал и midi in ну и также соответственно разъем для подключения сетевого кабеля на передней панели у нас кнопка включения выбор миди канала и мастер громкость синтезатора также есть выход на наушники отдельно корпус очень крепко сделан металлический синтезатор нелегкий ручки на ощупь приятные сделано в принципе надолго ничего нигде не скребет никаких приятных неприятных ощущений нет теперь посмотрим вообще что такое синтезатор vermona performer и почему здесь написано quad analog synthesizer так вот дело в том что в этом одном синтезаторе сочетается 4 синтезатора дело в том что многие аналоговые синтезаторы они одноголосые в этом же синтезаторе у вас есть четыре одинаковые секции грубо говоря 4 синтезатора в одном они могут работать как один синтезатор то есть все четыре секции будут играть в унисон либо это будет дуо мод где каждый голос у вас будет состоять из двух осцилляторов соответственно будут поочередно играть либо вот эти первые две секции ну да либо вот эти и также есть полифонический мод когда каждый раз когда вы нажимаете клавишу у вас будет играть отдельная секция синтезатора сейчас подробнее я покажу вам и расскажу вообще что что здесь какие органы управления здесь есть здесь все довольно таки просто и имеет самый что ни на есть классический вид синтезатор аналогов у вас есть секция огибающий секция осциллятора секция фильтра небольшая секция лфо и секция висей которая по сути является микшером потому что здесь есть такие параметры как громкость и панорама если вы берете сигнал с вермоны из его стерео выхода то соответственно вы сможете панорамировать каждый голос синтезатора по-своему и делать ему какую-то свою громкость но также есть возможность брать отдельный аудио выход с каждой секции синтезатора или делать аудио вход отдельный in на каждую секцию синтезатора ну если вы допустим используете его как external input то есть аудио input то в общем то вы сможете обрабатывать свой аудиосигнал фильтром теперь посмотрим поподробнее что из себя представляет каждая секция ну секция огибающие тут в принципе все довольно таки традиционно и понятно атака decay sustain и релиз также вот этот параметр vcf который влияет на атаку скажем так фильтра да секция осциллятора выбор волн их не так много и нельзя комбинировать между собой две волны в одном осцилляторе но тем не менее дальше у нас external input и последний это но из генератор просто белый шум также есть настройка тюн на каждой секции осциллятора то есть вы можете подстроить плюс минус 13 полутонов не плюс минус 12 полутонов октава а 13 это почему-то они решили так сделать и так же есть параметр глайда секция фильтра здесь тоже ничего необычного все традиционно но работает очень хорошо во всяком случае вермоновский фильтр мне очень нравится как я это определил для себя по классному свисту то есть я выкручиваю резонанс на максимум и просто крючок отов не знаю мне сразу слышатся какие-то большие модульные системы там роланд старенький в общем фильтр конечно крутой у вермона на вкус конечно каждому по разному но мне нравится значит у фильтра помимо котов и резонанса есть также параметр кей трек дальше идет небольшая секция лфо лфо у нас есть на пич и на фильтр и на фильтр выбираете одну из четырех волн лфо и дальше выбираете глубину и соответственно скорость такой вот несложный лфо ну и последняя секция висей где вы можете управлять громкостью одной из четырех секций можете управлять панорамой сейчас у нас пишется моно сигнал поэтому мы не сможем здесь показать именно как будет работать эта панорама но панорама она и вопреки панорама лево-право а вот и есть переключение между тем как у вас будет работать синтезатор либо он будет идти через огибающую либо просто-напросто как гейт то бишь когда вы нажимаете клавишу он играет сразу открытым сигналом и как видите у нас сустрейн дикей атака то есть вот эта вся секция она принципе не работает режим лфо мод мод лфо когда у нас играет сигнал тогда когда у нас как бы срабатывает лфо то есть сейчас у нас стоит такая треугольная волна и мы слышим такую вот пульсацию которую можем управлять с помощью ручки скорость мы не нажимаем никакие клавиши звук играет сам и последний мод это он когда мы просто слышим звук синтезатора соответственно никакие оп это я случайно тронул тюм работает только фильтр и лфо то есть звук не идет сейчас через секцию огибающей а идет просто напрямую как из осциллятора фильтр и лфо и на вывод вот собственно говоря целая секция синтезатора и таких секций у вас здесь четыре и так начнем с мода уни вот он у нас сейчас выбран выбираем этот мод мы с помощью зажатой клавиши миди на первом канале то есть уни соу до или поле например начнем с уни соответственно у нас открыт открыта первая секция громкость мы можем к ней добавить второй второй секция теперь к примеру можем открыть третью и четвертую и четвертую и и и и и и и и и такой очень насыщенный по всей частотной характеристики звук то есть от низких до средних там и высоких ну естественно тут зависит от того что вам нужно можно например взять и какой-нибудь но есть такой момент в этом синтезаторе дело в том что нету положение 0 четкого параметры тюн поэтому этот синтезатор вам практически каждый раз когда вы будете с ним работать нужно будет настраивать тюн либо между своими секциями но лучше использовать какой-то сигнал допустим с компьютера и под него подстроить тюн чтобы потом выстроить весь остальной тюн синтезатора но это как бы вот такая вот прелесть или или не прелесть именно самого что ни на есть аналогового синтеза теперь попробуем включить дуо мод опять же зажимаем mini midi и убираем дуо теперь каждый раз когда я нажимаю клавишу мне играют поочередно по 2 секции и я могу их настроить совершенно по-разному соответственно они абсолютно никак не взаимодействуют между собой ну здесь можно добиваться каких-то интересных секвенций потому что у вас получается каждое нажатие клавиши это какой-то разный звук ну и полифонический мод на мой взгляд самый интересный потому что здесь получается очень много неожиданных и прикольных вещей каждый раз когда у вас в секвенции будет воспроизводиться какая-то нота она будет играться отдельной секции синтезатора эту секцию синтезатора каждую отдельную секцию вы можете настраивать абсолютно по-своему и может получиться примером такая история каждый раз когда нажимаю клавишу бегает лампочка и у нас играет каждая отдельная секция синтезатора в полифоническом моде помимо того что можно просто нажимать одну клавишу и будет уже интересный какой-то звук вы можете брать аккорд аккорд можете брать из четырех нот и соответственно каждая нота у вас будет воспроизводиться какой-то отдельной секции синтезатора ну например никаких пресетов никаких возможностей сохранить но в этом есть какая-то прелесть потому что каждый раз когда вы будете работать с этим синтезатором вы будете делать что-то по-новому также есть возможность сделать так называемый fm синтез делается таким образом у вас первая секция будет как бы управляющий здесь допустим я выберу такую и допустим вторая секция здесь будет такой звук и теперь мы будем как бы добавлять эфемность и 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 Также можно подключить FM ко второй, к третьей и четвертой секции. Есть еще одна очень удобная и гибкая функция в этом синтезаторе. Это каждую отдельную секцию синтезатора вы можете назначить на отдельный MIDI-канал. И таким образом вы сможете брать четыре секвенции с одного этого синтезатора. Это очень круто, особенно когда вы выступаете лайвом, когда вы можете взять с собой один синтезатор и получить из него, грубо говоря, четыре. Только хорошее могу сказать об этом синтезаторе, потому что у меня у самого такой уже несколько лет. Конечно, он своеобразный. То есть, если, к примеру, у вас не было никаких синтезаторов других до этого, то, наверное, покупать Вермону сразу будет не совсем правильно. То есть, очень специфический инструмент. Да, отличный бас, можно отличные аналоговые лиды делать, интересные секвенции в полифоническом моде. Но, мне кажется, эта штука больше подойдет тем, у кого уже есть опыт общения с синтезаторами. И как еще один инструмент в студии, конечно же, именно аналоговый инструмент за небольшие деньги, это очень неплохо. Тем более, он в базовой комплектации идет без расширений. У него сзади, возможно, заметили, там просто заклепочки сейчас стоят. Но, по идее, туда можно делать дополнительную плату, которая позволит вам синхронизировать по CV, плюс еще разные выходы для контроля. И в итоге его можно будет, допустим, коннектить с другими аналоговыми синтезаторами. МС-20, КОРК, ну, наверное, видели и помните. Или модульные системы большие. То есть, он сможет туда встроиться как самостоятельный инструмент. Или дополнение к чему-то уже существующему. Какой-то аналоговой, собранной аналоговой модульной системе. Так что, смотрите, думайте. Мы были в студии Невадип. Я Андрей Барбекю. И магазин База с нами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok